Инфляция в России растет, а это означает, что все медленно, но неизбежно дорожает. Но ситуация с инфляцией и ростом цен в России контролируется. Властям, в том числе Центробанку и лично Эльвире Набиулиной, удается сдерживать рост инфляции и притормаживать ее. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале имени Вишневского. А с вами на связи я, Станислав Мурлев, юрист по банкротству физических лиц. Подписывайтесь на мой канал и ставьте ваш королевский лайк. Для меня это будет лучшей наградой за мой труд. Президент отметил рост экономики странным в целом, а в частности рост некоторых производственных отраслей. По его словам, впервые за много лет в российской структуре экономики есть рост перерабатывающих отраслей производства. Это наша гордость и это наше богатство. Скорее всего, в 2024 году Россия получит рост ВВП. А это означает, что в бюджете будут деньги. В том числе найдутся средства для расходов на социальную политику и на пенсионеры. Тем более, совсем недавно на своей ежегодной предновогодней пресс-конференции Владимир Путин пообещал выплачивать пенсии и пособия, несмотря ни на что. Во время пресс-конференции он так и заявил, что любое правительство обязано выполнять социальные обязательства, что бы в стране или в мире ни происходило. То есть пенсии в России будут платить всегда, и ни о какой идее переложить на плечи граждан содержание своей старости речь не идет. В этом есть большой экономический смысл. Да, некоторые члены правительства, в том числе Антон Силуанов, мечтают отказаться от системы централизованного пенсионного обеспечения граждан и хотят предложить людям с молодости копить себе на старость. Но президент такие методы отвергает и гарантирует сохранение действующей пенсионной системы, отлично себя зарекомендовавшей. Также Владимир Путин тогда сказал, что он надеется, что состоявшееся повышение пенсии на 7,5% превысит инфляцию. Теперь же можно констатировать, что это не сбылось, и инфляция догнала и обогнала индексацию пенсий. Во многом это также будет зависеть от работы Центрального банка и лично его руководителя Эльвиры Набиулиной. Дальнейшее развитие уже гарантировано. В целом же президент положительно отметил работу социального сектора правительства, в том числе по улучшению пенсионного обеспечения россиян и предотвращению сжигания пенсии и инфляции. А как считаете вы, обгонят ли индексации пенсии в итоге рост инфляции в стране? Делитесь вашим мнением в комментариях. Дорогие друзья, у меня для вас отличная новость. Крупнейший банк России запустил новую уникальную программу, в которой абсолютно каждый может теперь зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц. Ограничений по возрасту нет. Данная программа доступна абсолютно всем, от студента до пенсионера. И все, что нужно для этого сделать, это стать партнером банка. Причем сделать это можно всего за несколько минут и сразу же начать получать доход. Все подробности и пошаговые инструкции по ссылке под этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова